Недавно к нам обратился житель Дмитрова со своей историей печального сотрудничества с двумя местными риэлторами. Когда у Владимира Моргунова возникли серьезные проблемы со здоровьем, он решил продать однокомнатную квартиру в Лобове. Сделка прошла успешно и деньги были положены в банковскую ячейку в Дмитрове. Из этих денег большую часть Владимир решил направить на погашение банковских долгов, которые образовались, пока он лечился, а до этого на кредитные средства Владимир провел ремонт в квартире. Риэлторы молодые ребята, лет по 30. Я с ними работал на доверительных отношениях. По квартире они все у меня, это деньги были положены, фирмы их, но при получении они мне предложили не все деньги вернуть в банку. А сумму от 2 миллионов 550 тысяч не вкладывать через связной банк я решил проплачивать. А эту сумму внести в квартиру в этом, в Терской области, это, там идет война у них, название поселок Изоплит и поселок Озерки. Действовали эти два риэлтора не от Дмитровской фирмы, в которой работали, а от себя лично. Сказали, что мало денег получили после сделки в Лобни и не очень довольны заработком. А Владимир в тот момент еще находился на лечении с серьезным онкологическим заболеванием и отпросился у врача на три дня для получения денег в размере 2 миллионов рублей и погашения своих долгов. У него образовалась задолженность в 1 миллион 660 тысяч с пенями и процентами. И воспользовавшись тем, что их клиент был в болезненном состоянии, риэлторы настоялись, чтобы Владимир погасил не все свои долги, а часть денег направил на покупку ненужной ему недвижимости в Тверской области. Но в итоге вы заключили сделку? Я подписал, я говорю, я все, я ухожу, я не могу здесь уже находиться. Я этого Кирилла 10 раз дернул, говорю, уезжаем отсюда, я 2 тысячи вам дал на дорогу и обратно. Я говорю, мне еще Ростбанк платить, и это Хомкредитбанк. Вот у меня после этой сделки, у меня осталось 210 тысяч на руках утром, на следующее утро. Я же дома еще оставался на три дня, как отпрашивался. Я пошел в Хомкредитбанк, 200 тысяч сразу весь кредит закрыл. А в Ростбанк-то все, у меня никаких денег нет, все, я в дураках. В итоге выяснилось, что прежние хозяева дома в Тверской области накопили коммунальных долгов на 150 тысяч. Риэлторы в тот день торопили временно невменяемого клиента проверить всю историю покупаемой недвижимости Владимир не успел. Ему риэлторы навязали эту сделку, и теперь помимо своих непогашенных долгов, Владимиру еще достались и чужие долги. Один человек здесь местный, из Дмитрова, второй, он приезжий из другого региона. Риэлторы? Риэлторы, да. Денис приезжий, а Кирилл здесь наш местный, Дмитровский он. Не знаю, почему им так захотелось найти, грубо говоря, наверное, крайнего и денег поиметь побольше. Разбогатеть, они, естественно, не разбогатеют за мои расходы, а их доходы. С левой стороны, как говорится. Ну, им придется обращаться через суд, скорее всего, председатель суда, кто возьмется решать судебные эти вопросы по решению суда уже. Свои деньги надо как-то возвращать. Хотя бы, пусть там не полностью, но большую часть, чтобы деньги были возвращены. Потому что у меня банк за мной уже держит кредиты и требует их с меня. Хозяин Дмитровской фирмы, в которой работали риэлторы, уволил их, когда все узнал. Денис и Кирилл подрабатывали в Москве и, скорее всего, сейчас работают в одном из столичных агентств недвижимости. Их руководитель не знал о навязанной Владимиру сделке по покупке дома в Тверской области. Один из мошенников – юрист, и он сам провел сделку через регистрационную палату без договора с фирмой. Сейчас дмитровскими черными риэлторами начали заниматься правоохранительные структуры.